8 декабря в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева состоялся концерт, посвященный 55-летию основания Кафедры Народных Инструментов Казанской Государственной Консерватории имени Жиганова. Кафедра была открыта в 1961 году. Оркестр народных инструментов, появившийся через несколько лет после открытия кафедры, стал в этот вечер главным участником концерта. Вместе с коллективом выступили молодые солисты, лауреаты международных конкурсов, яркие музыканты, исполнители на родных инструментах и певцы. Я смотрел какой-то концерт по Первому каналу, по-моему, и то ли Modern Talking показывали, и такой инструмент был, расческа называется, синтезатор вешался на шею, и мне очень понравилось. Я сказал, папа, я говорю, хочу вот так же вот играть, а меня папа отдал на баян. Любому творческому человеку присущи, скажем так, кризисы какие-то, но я думаю, что все равно, когда начинаешь это все переосмысливать, понимаешь, что это то дело, которым ты хочешь заниматься, которым ты занимаешься с удовольствием. Программа концерта состоялась в популярной классике, оригинальных произведениях для народного оркестра, а также обработке народных песен. В этот вечер каждый из инструментов был представлен в качестве солирующего. В музыкальной культуре нашей страны особое место занимают русские народные инструменты, их отличает тембровое разнообразие и выразительность. Здесь и свирелевая грусть, и плясовые балалаечные наигрыши, и шумное веселье ложек и трещоток, и тоскливая пронзительность желейки, и, конечно, богатейшая баянная палитра, вбирающая в себя все оттенки музыкального портрета русского народа. Диана Шилова, Ленард Влетьяров, Универ Ньюс.